Я привожу этот пример, я его расширил. Вначале вы видели вот это вот. Так. Опять обращается к общественности, что у человека сохнет ветка. Помогите. Вот. Теперь вступил в дело эксперт. Откуда они берутся, мне интересно. И вот то, что я вам показал в прошлый раз. Вот они рады. Из этих ран сюда перестал поступать шок. И ветка начнет опыгивать. Пока одна. Пока одна. Так. Вот. А теперь смотрите. У вас также бюджет обращается ко всем. Это конкретно всех, что он должен был сделать. И что вы должны были делать? Вот имея такую картинку, вы должны были, что? Во-первых, это, что это грибная болезнь, это пройдет чистейшая. Искореченное дерево, оно просто умирает. Так вот надо. Скор, фитоловин, фитомицин, бордоская смесь. Искореняющая обработка весла очень. Представляете? Искореняющая. Мочевина. 700 грамм на 10 литров. Убрать из-под деревьев, сжечь. Вот сейчас за это сжечь надо морду пить. Сожгли целые поселки. И кто-то где-то отрезал. Костер поджигал. Слово сжечь должно быть. Призыв сжечь уже должен быть как терроризм рассматриваться. Сколько людей сжавелось, сгорело только потому, что не привыкли, что нельзя сжечь и все. Убрать из-под дерева, сжечь. Теперь трехпроцентная бордошка. Одно процентное по листьям, по бутонам одно процентное. Это все еще льем, льем, льем. А потом еще подкормить калием, хосфором. Вот это только потому, что дурак какой-то взял. Ну не дурак, наверное, всех процентов взял. И как это называется? Он просто решил, что надо осветлить. И осветлил. Теперь у него вот это погибает. Оно все равно погибнет. Хоть зарейтесь. Раны эти не отменишь. Так? И здесь получится ажообразная форма. Вот это вот его напрячен. На каждый год. Вот его научили. Это каждый год. И весной осенью искореняющие, вы понимаете? Слово искореняющие. Искореняющие. Это чтобы уже так залить, что уже все. Как вам это? Вот. А я вам говорю. Я вам несколько источников. Вот этот источник. Смотрите. Внимание. Зачередной автор. Расшифровывай быстро. А, Б, В. Б, понятно, нельзя. За подвесом большая радость. Это нельзя. А. А вы это правильно. Я смотрю. Ты что, этот самый никогда не резал? Этот человек что сделал? Угробил полдерева. Ведь развиваться дерево должно вверх было. Полдерева угробил. Теперь будет заливать его всеми ядами. Потому что меня-то он не слышит. Я-то причину назвал. А он доверит. Как же? Вы представляете? Эксперт. Слово-то какое. Эксперт. Он же не может ошибаться. Он придурал, что вот это грибы сожрали. Вы читали вверху? Грибная болезнь. Что это грибы сожрали. А вот это вот теперь получается. И так нельзя. И так нельзя. И еще от силы. Но это еще куда не шло. Просто торец меньше. Меньше попадет морозу. А лучше не делать. Не так, не так, не так. Но говорит, что вот это правильно. Это сердце предать. А здесь? Видите зеленая черточка? И это везде и всюду. Вот она. Это значит, что? Чем ему вот эта ветка не помешала? Всегда, когда растет вертикально. Вертикально. Она нас боковые побеги. Зачем ее отрезать? Ну, раз я думал отрезать, отрежь по красной черточке, если тебе больше залезать. Ну, отрезав вот так же под лицо, и сделав страшную рану, теперь сюда, сюда. Вот тут будет рано. Это называется рануное кольцо. Сюда не пойдет сок. Еще раз. Вот, пожалуйста. Но зато человек зарабатывает свои сребрянки. Вы понимаете слово «сребрянки»? Он учит убивать. Вот это он учит убивать. Разве можно на дереве от одной скелетных веток всем? Это только одно нарисовано. А там их будут десятки. И везде, где вот так отрежешь, все это начинает отсыхать. Ну, если я бы сам так не делал когда-то. Что бы я об этом говорил? А вот эта вот женщина, Мария Визерска, она, оказывается, она специалист по флористике. И она закончила ту же самую тимиряженьку. Она сделала, не поленилась книгу. Она 190 страниц. Вы понимаете, сколько здесь всего этого будет? Разжеванная. Я так и не понимаю, какой в свое время на всех стал бы 190 страниц листать, чтобы на эту страницу вот так отрежать, на это, главное, нигде не написано. Посмотрите внимание. Ну, вначале я постулат. Это постулат горький и шуточный. Чем больше страниц книги про обрезку, тем смертельнее она для садоводства в Северной Руси. 190 смертельных страниц, Визерская. Ты хоть отдаешься отчет, что на Севере раны делать нельзя. На Севере вот это делать нельзя. Не это, не это, не это. Это только самое необходимое. Сюда оставляйте пенечки. Вот. Выдумайте, это все содержание книги. Флористка. Любой, выпустите милядерки, хоть ты зафлорируйся там со своими цветочками, ну, куда ты лезешь-то? Зачем обрезку? Ясно зачем, дерево будет крепче. Да. План нужно. Чем будет ходить по саду? План составлять. Самое страшное обрезка осенью. Вы никогда не видели, как осенью засветает дерево. Вы знаете, зачем они засветают? Догадайся, два раза. Зимой, зимой отрезать, оставлять голые эти самые раны. Зимой. Их летом-то нельзя. Зимой просто дерево замерзает, а до этого не знает. И выпустился тебя. Чему тебя учили? Чему учили эту саму? Наталью Медведеву. Чему учили эту? Ольгу, ваших этих, как их назвать? Однокашников. Вот. Исакову. Чему учили? Какая осень? Какое летом? Летом отрежешь, и тут же напросто сразу срабатывает инстинкт, который девять, а с юга пришли? А может, еще успеют как-то и рану позалечить? Маленько. И на юге. И эти самые, которые вылезут, побеги. Может быть, они все-таки вылезут незаконно. Они должны были спать до следующего года. Но вы их разбудили с фоябрьской. И они замерзают. Ну, как вот люди, которые им разрешают? А почему я сказал слово «срезвычайный комиссар»? Ну, понятно, вплоть до расстрела такое право не дадут. У нас даже это с самым страшным людям убийцам там убил 50 человек. Да сейчас звери на это. А и сидишь, тебя еще накормят. Вот. И за насчет будет кормить. Еще неизвестно, как это. У кого рацион больше, у пенсионеров или у этого. Убийцы 50 человек, женщин, детей. Понятно, кто будет плакать по книгам. Ну, и пусть научит еще 20 тысяч колеса деревьев. Сама не знает, что летом нельзя подходит к дереву. Осенью нельзя подходит. Зимой нельзя подходит. Я в один из первых, да, вот тут буквально все раз делал фотографию. А это маточное дерево. Когда меня бордой тыкала Ольга Исаакова, помните, а сами-то режете. А что хорошего-то? У меня нарядный фильм, она уже плодоносила. А потом все, что выше метра, взяло и отсохло к черной матери. Я уже успел себе взять черенков 200 за первые годы. Отсохло, осталось ниже вот такой пень вот этот. И вот он по новой оброс. Я не горюю, у меня впереди вот 50-60 веток на плевелку. И снова сохнет, и умрет скоро, может быть, годы через 3-4. Так это для вас же нужно. Может, выводы, это самое, тоже у вас появится не просто нарядный фильм, а северный вариант нарядный фильм. Сибирский вариант нарядный фильм. Посмотрите на эти листья. Видели? А то 30 градусов все гибнет. А почему? Да и завесили все рано на ранее. Вот и гибнет 30 градусов. Вот здесь вот, да, вот здесь всего лишь несколько страниц посвящено обрезке. Не книга, тоненькая брошюрка, стоит 100 рублей. А если 4 купить, то 200, 4 по полтиннику, по 50. Вот. Все! И больше ничего не надо. Все остальное зарабатывание денег на ваши доверчивости выложили, помните, там сколько, 760, что ли, надо было заплатить. Вот. Чтобы научили убивать. И никогда вот такой фотографии вот с ведром не будет. Нет у вас садов, потому что по вашей технологии их убивают, они вырастят. Вот. Вот такая фотография где вы, я ничего понять не могу. Где ваши сады специалисты? А вот это вот пример. Вот так вот показывают, вот больше помните это тоже, якобы специалист ту же самую Платонова. Я вообще так и так хожу вокруг дерева, хожу, хожу, только брошу вас в глаза после очередной статьи, где надо все эти ветки поотрезать, укоротить. Все вот эти. А мне она взяла, я и не стал отрезать. Это старая, старая фотография. Ирия 20-25. Я хожу вокруг неисфикаторов. А отрезать не стал. Да мне некогда было. Зато я подождал светение и думаю, меня научили, пытались научить отрезать все эти цветы до единого. Вот взять и отрезать все эти цветы, а их тут, допустим, 50. Ну, я имею в виду, их тут сотни, но я имею в виду веточек, за которые они... Кончики веток. Они все на кончиках веток. Все на кончиках веток. Я не слепой. А вторая такая фотография, я сразу не нашел, это у меня груша от сварок. Это мелба от сварок. И то же самое я вам показывал. Я хочу сказать чрезвычайному комиссару, это надо исправлять законодательно, чтобы права были особые. Ну, наверное, министр или замминистра может внести законодательство такое. Цензура должна быть! Цензура! Цензура! Не смей учить тому это! Ну, вот, пожалуйста. У меня были деревья вот такие сразу уже осень, глубокая осень уже вот висит 50 или 100. И все на кончиках веток. Чего вы учите? Получается, вы ни одно дерево до плодышения не давили, до цветения не давили. Ну, походил, поучил. Помните, вы, что там Платонова с улыбкой секатором прицелилась? Причем, когда это ж я видел, это ж я это самое, пытался понять еще и текст, а не понял, зачем она эту ветку отрезать. Ну, пропалив. Отдельный будет разговор, я уже пропускаю этот разговор. Ой, опять присылает мне брата, железу. Вот. Кто меня раньше Дельфар туда ведет? Поливкина или это самое, или это, ты прислал мне ролик, обрезка деревьев летом, не ролик, а этот, ссылка, на дачу. Почему правильно и хорошо? Летом. Советы агронома. Это значит, что такое? Значит, у него диплом агронома, а он учит летом. и что он дальше? Но, ко мне, внимание, не успели обрезаться от осени, зимой, весной и обрезать ветром. Когда проснувшиеся, отрезаешь одну ветку, просыпаются десятки, сотни почек. Когда они могут, если их много, если мало отрезали, мало, а большая часть кроны, как бы, масса вся цела, они немножко отрезали, почки чуть-чуть, они просутся на ближайшей ветке, 10-100 почек просутся. Но, может, чуть-чуть его не заметите. И когда дерево погибать будет, потому что, когда они проснулись летом, они тогда не успевают до зимы созреть. Почему? Они же в середине лета начинают засыпать. Лист, почка, она ждет следующего лета, там пойдет побег. В следующем, в следующем году. А вот этот отрезарь, она тут же начинает. И часть вырастает, зелененький побег, смертельная болезнь, то есть смертельный мороз его убьет 100%. Они не знают. И даже который чуть-чуть наклюнулся, тоже. И даже вы не заметите, так мало микрометром померите, и не почувствуете разницу. Но потерял этот мороз все теряет. И вы опять этого не знаете. А потом, вот то, что вы видели, сотни тысячи, а у меня погибает, а у меня сохнет, а у меня чернеет. И вот этот эдитизм сейчас чуть ниже будете смотреть. итак, тогда обрезать и летом. Видите, не успел осенью, а должен успеть. О как, что перед зимой, чтобы раны были, а как же, она здоровее будет. Помните книги? В каждой книге написано, что здоровее. Вот, пожалуйста. А заметьте, вот это самое противное, что те, которые себя считают специалистом, пишет следующее. Погода комфортная, вот причины, масса времени, вот те причины резать колечья дерева летом. Собрали урожай, обрезайте лишние ветки. Где-то я ведь видел лишние ветки. Вот такие вот нас учат. Ну, эту тему я тоже пропускаю. Вот. Отмыхая лишенника может избавиться народ и месту. Да хоть за избавлящие дерево ты не вылечишь, оно уже мертвое. Вот. Вот это вот еще. Знаете, как бывает? Такая дискуссия разгорелась. Смотрите, листики то ли подгрызены, то ли скотины подгрызены, ну, типа, ну, ну, которые мы называем листогрызущие, да? Вот. То ли вначале почернело, а потом начало сыпаться. А это уже причины другие. Ну, помните, там, меди нет, железа нет. Вот. Хотя на самом деле это все на воде обычно. Посмотрели, ребята? Вот я уверен, что вы уже знаете причину. Это второй снимок того же дерева. А теперь микрослистики и пошло, и пых, и все пошло. А потом с такими настолько они лучше знают, что они начали друг друга оскорблять, в том числе и Ольгу Исаакова. как же, она же не может нигде без этого. вот. Ее это, оскорбляет, а она это, все, лезет и лезет и лезет. Она всех учит, учит, прежде чем подвести итог. Но вы это знаете, что причина, вероятность 90% это то, что вот это вот корень замерз от этого, от железы от этого, металлического прута. Вот. Он убит, убит, обратите внимание, наверняка совсем рядом с корнями, прямо в самой гуси корней. Мороз туда проникает, а я таких находил. У людей так было, и обязательно, как дерево гибнет, так у него обязательно арматуривание рядом. Ни одного разохватило. Я думаю, а что, смешно, что ли, арматуривание, когда дерево гибнет? Ко второму приезжаю Константинович вручаю. Я, знаете, давно стал этим, местным этим самым. Самым. тоже типо эксперта. И обязательно вот этот арматуривание. А что тут не угадать-то, если это стало, как гибнет, так арматуривание, как арматуривание, так гибнет, гибнет, арматуривание, арматуривание гибнет. Вот сегодня, если надо, ну, хотя бы один, вы специалисты, вы перерогались, вы нахамили всем друг другу. Вы хотя бы что-то понимаете в садоводстве-то, включая Исакову ту самую. А знаете, самый последний? Евгений Удовиченко. Это мы с тобой были, ну, как бы, мягко говоря, обгаженные, да, Юля, брат, железа. Это же Ольга, да? Вы просите все эти мережки. Ну, мягко говоря, обгаженные. Вот. А это, так сказать, моральное удовлетворение. На каждую хитрую. болт с винтом или как там. Не хочу повторять. Читайте сами. Ну, зворадство у меня дикое. Я даже, знаете, как живу? Зворадство дикое. Вот. Хамила-хамила и нарвалась от такого же хама. Хе-хе-хе-хе. Я имею право на зворадство, нет? А, человек, который из меня дурака делал. Хе-хе-хе. Ладно. Посмотрели, да? Ну, еще раз, ладно. А то, может, не успели. Нормалось на такого шхама. Так вот. Твериадская Академия проповедует вот это все. И, когда у нас в стране появится чрезвычайный комиссар, и чрезвычайные комиссары по каждой области, по каждой республике, вот это все искоренять жесточайшим способом. Искоренять. Вот. Общие принципы изложить отдельно в специальном законе, чтобы не смели вот этого производить больше. Природа создала вот такое дерево, каждая ветка отвечает за свое. Каждая ветка, каждая почка, каждый лист. Вот. Главное, написали бы яблони, груша, что-нибудь интересное. Любое дерево, общий принцип. На каждом дереве, это получается, на каждом дереве на всей планете есть лишние ветки. Вы что, сглузду взъехал? И вот такими полно все. Особенности обережь вишни. Вот, когда это запретят, вишни у меня немерено, немерено. Это надо специальную комиссию. Вот. А что, почему? Нужно изучать это все. Но нужно людей, которые полные торбы наберут. Потом тут же на месте найдут, где это делать. Выковыривают, высушат, чтобы поменьше места занимало, но чтобы увезли несколько миллионов косточек. Увезли в Европу. Распространили по всем ГСУ. Чтобы еще. Помните, я сколько раз говорил. Каждый этот самый, извините, разговарив все время кончается. Каждый вуз, который опускается где-то, обязан иметь сад. Опытный сад, который будут новинки испытываться. А тут вообще нихрена нету. Выходят студенты, ничего не знают. Тимиряйцевский сад. Ай, не буду говорить. Видел этих студентов в девочке купальниках, в мальчишке в шортах. Вот один единственный работяга, тот самый доцент, обрезал деревья, они все туррака там болели. Тимиряйцевский сад я там был. Вот. Я вообще боюсь сильно позорить, и так закроет вот-вот. Сильно дорогая земля, у него все равно толку нет. Так вот, это вот обрезка вишни. Обрезка вишни. И этот троцент, фотографии есть, но показывать не буду. Он занимался летней обрезкой вишней. А у нас вишне море, кусты загущенные, деревья загущенные, деваться некуда. загущение дикое, но плодов столько, это невозможно представить. И птицы там поют, и грут, и грут, столько сыграть уже не могут. Вы зачем деревья колечите? Зачем вы этого учите, а?